Конкурсов для прекрасной половины человечества бывает огромное множество. И все они разные. Мисс Осень, Мисс Терасполь или, например, Мисс Татьяна. А вот о Мисс Офис мы еще ничего не знаем. Кто может принимать участие и когда состоится конкурс, узнаем у нашей гости. Полуфиналистки конкурса красоты Мисс Офис 2017 Светланы Кучеренко. Доброе утро. Рады приветствовать нашей студии. И расскажите, пожалуйста, что это вообще за конкурс? И как вы стали полуфиналисткой? Доброе утро. Во-первых, хочу поблагодарить за оказанную возможность принять участие в вашей программе. А не благодарите. Во-вторых, этот конкурс проводится в Москве 8 лет. И на 8-й год организаторы конкурса решили перейти на международную арену и пригласили для участия три страны – Молдова, Казахстан и Белоруссия. Тем самым разместив на международной арене объявление о том, что проводится такой конкурс. Где вы увидели? В интернете? В интернете, да. Я совершенно случайно листала интернет и увидела рекламу, отправить анкету, информацию о себе и две фотографии. Отправила и забыла. И проходит пару месяцев, раздается звонок, российский номер. Я очень удивлена была. Мне звонят и говорят «Здравствуйте, поздравляем вас, вы попали в полуфинал». Для того, чтобы участвовать в дальнейшем полуфинале, нужно записать визитную карточку о вас, где вы работаете. Потому что сам конкурс Miss Office – это пропаганда современного образа успешной женщины, пропаганда эстетического офисного стиля. И тем самым, как бы, визитная карточка участницы должна содержать в себе, чем она занимается, где работает, какие должностные обязанности выполняет. Я, конечно, была обескуражена, но, в общем, согласилась участвовать. Подошла к руководителю, он меня поддержал, конечно, сказал, да, это лишний раз заявить о Приднестровье, даже в... В конкурсе. Да. А вот где вы работаете, расскажите. Я работаю в Министерстве экономического развития в правовом управлении. Вот какие у нас девушки красивые в Министерстве экономического развития. Да, не только красивые, но и умные, да. Вот. И скромные. И скромные, да. В общем, я принялась за подготовку, потому что, как бы, ознакомилась с материалами об этом конкурсе уже более детально и серьезно. В принципе, вся информация внушила доверие. Подготовка прошла успешно, отправила все документы, необходимые организаторам. И, в общем, меня разместили на сайте, как полуфиналистку голосования. В общем, сам принцип этого конкурса проходит в три этапа. Первый этап – это отборочный тур. Он проходил на территории Российской Федерации в виде кастингов, а уже на международной арене в заочной форме. То есть таких конкурсантов, как я, необходимо было отправить анкету. Второй этап – это уже интернет-голосование. Интернет-голосование начинается с 20 сентября по 15 октября. Необходимо, пользователь должен проголосовать обязательно за троих участниц. Не чаще одного раза в сутки с одного IP-адреса. Все, каждый день встаем и голосуем. Знаете, за любого. Да, поддержите нашу прекрасную конкурсантку из Приднестровья. Да, а уже по итогам голосования будет организаторами отобрано определенное количество участниц. Я так полагаю, около 30. Это уже будут финалистки, которые будут приглашены в Москву для подготовки, для дальнейшей подготовки и участия в конкурсе. Но вот какие требования основные? Это работа, так сказать, в каких-то структурах таких, в офисах? Да, то есть требования к участнице, она должна работать, ну, то есть она должна работать, будь то индивидуальным предпринимателем, или в госорганах, или в местных органах, будь то бухгалтер, секретарь. То есть деловая женщина, скажем так. Других критериев нет, то есть этот конкурс вобрал в себя, то есть все самое лучшее. Будет конкурс талантов. Это в финале уже, да? Да, это уже в финале будет. Интеллектуальный, наверное, конкурс. Да, жюри будут смотреть на интеллект, на харизму девушки, на таланты, на внутреннее содержание. А сколько изначально было участниц? Около 10 тысяч. 10 тысяч? А сейчас сколько получается? Да, сейчас 90 полуфиналисток. Это с 10 тысяч 90? Мы вас поздравляем, действительно, нам есть чем гордиться, это достойный результат. Спасибо. А какой призовой фонд, вы знаете? Вот, самый важный момент, приз – миллион рублей Российской Федерации. Отлично, есть за что побороться. Да, поэтому я призываю вас поддержать меня. Я думаю, что выигрыша хватит, чтобы все вместе отметить победу. Ловим вас на слове. А известен ли состав жюри на финал? Да, кстати, жюри довольно компетентные. Председателем жюри будет известный дизайнер одежды Игорь Чапурин. В составе жюри в прошлом году, по крайней мере, в этом году, я не знаю, в прошлом году был Вячеслав Зайцев, Жанна Эплей и много других российских звезд. Мы вам желаем только победы, удачи, хорошего конкурса, всего самого наилучшего. Дарим подарок от нас и от наших партнеров, компании ТНД. Пользуйтесь на здоровье, вам успехов. И выиграйте миллион. Спасибо большое, всего доброго. Скажите, какие наши девушки самые красивые, какие они умные. Спасибо большое, всего доброго.